МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это настоящее время. События дня. Взгляд из Праги и Вашингтона. Я Тимур Олевский. Здравствуйте. Российские власти обвинили экс-главу ЮКОСа в убийстве и объявили федеральный розыск. Вице-президент США Джо Байден призвал украинские власти все-таки искоренить коррупцию. Я жила в стране, где нас с детства учили умирать. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич прочитал в Стокгольме свою лекцию. В Минске сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Переговоры продолжаются уже больше года, но Минский протокол так и не вступил в полную силу. Наш корреспондент вышел на улицы Донецка, чтобы узнать, а что собственно там люди ждут от мирного соглашения. Ожидания людей Донбасса, которые они возлагали на Россию, не оправдались до конца. Не стоит отчаиваться в любом случае. Будем надеяться на лучшее. Все хотят именно вернуться, либо быть независимыми, либо вернуться в состав России. Потому как в Украине народ будущего не видит просто. Я не знаю вообще, о чем они могут договориться. Они уже договорятся, толку никакой. Переживают за Францию, за Лондон, за Великобританию, за Сирию. Сирийским бандитам. Да, в последнее время о Донбассе. Но как бы войска, как были в Донецкой области, украинские, так и остались. Уроженец Луганска добился разрешения быть мобилизованным в украинскую армию на войну. До ранения на передовой у него не было семьи, он вырос сиротой. Как складывается его жизнь сейчас в репортаже нашего корреспондента Ольги Калиниченко. С рождения по детским домам, с юности по интернатам. Так складывала жизнь у Николая. Его бросили еще в роддоме. С тех пор прошло 27 лет. Сейчас он один из тех, кто с оружием в руках защищает свою страну. Правда, чтобы добиться такого права, Николаю пришло сначала повоевать в кабинетах. По закону Украины, сироты освобождены от призыва в армии. Видимо, поэтому брать Николая на службу военкомы не спешили. Не было потребности. Но когда началась война, такие, как он, оказались наоборот кстати. Единственной загвоздкой на пути к военной мечте была прописка в паспорте. Николай родом из Луганска. А жителей этой области военкомы проверяют с особой тщательностью. У меня украинский паспорт. Открыл его, вижу украинский флаг. Думаю, чего, какой, я пойду туда, если я здесь родился. Это мой, моя земля. Да, я не спорю, там, правительство, вот это все, это, ну, это свои шишки. Но я здесь, я украинец. Николай попал в роду снайперов. Обучали его профессионалы из Грузии. После учебно-полевого центра оказался на передовом блокпосту в Новотошковке, что в Луганской области. Там его и ранили. Прямо под ногами у бойца разорвался снаряд от гранатомета. Будучи на реабилитации в госпитале, волонтеры организовали для бойца экскурсию по Львову. Там парень повстречал свою невесту. Просто не знаю дальнейшую судьбу у родителей. Живы они, не живы. Если их нет, уже живы. Это, получается, я один-единцы в своем роде. Получается, я сказал, что мне нужен наследник. Она сказала, хорошо. Так Николай обрел семью. Говорит, как только закончится война, он сразу же поедет в свой новый дом. Теперь у него он во Львове, рядом со своей будущей женой. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Специально для настоящего времени из Луганской области. Вице-президент США Джо Байден выступил с речью Верховной Раде. Еще раньше он встретился с премьер-министром Арсением Яценюком. На его визит, визит вице-президента США, возлагали надежды и в окружении президента. Многие эксперты говорили о том, что вот он сейчас приедет и будут какие-то изменения. Снимут того-то. Будет переформатирование правительства, возможно, с коалицией что-то там другое будет. На самом деле для американцев совершенно не важна фамилия человека, который сидит на должности. Для них важна система как таковая, реализация стратегии. Я не думаю, что большая часть депутатов и правительство, и высшее руководство страны до конца поняли, о чем он говорил. Потому что Байден обращался к ценностям. Он говорил о тех вещах, которые являются основой любой политики. А Следственный комитет России сегодня обвинил Михаила Ходорковского в убийстве. Об этом рассказал сам. Экс-глава ЮКОСа. Он показал повестку, которую вручили его отцу в Москве. Из нее следует, что Михаил Ходорковский является обвиняемым по делу об убийстве мэра Нефтьюганска в 98-м году. Пока Ходорковский отбывал срок в тюрьме. Президент Владимир Путин неоднократно повторял, что он связан с убийством главы города, входившего в сферу интересов ЮКОСа. Напомню, суд при этом приговорил Ходорковского дважды по экономическим статьям. А в декабре 2013 года Путин его помиловал. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина, когда он помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, не было информации о его возможной причастности к делу об убийстве мэра Нефтьюганск Владимира Петухова. Петухова убили в 98-м году во время конфликта с руководством ЮКОСа, которое обвиняло его в неправильном финансовом управлении города. По версии журналистов, в то время его смерть могла стать результатом коммерческих разборок в самом Нефтьюганске. За убийство Владимира Петухова, кстати, уже осужден на пожизненный срок бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, который ни разу не признавал своей вины. Сегодня Михаил Ходорковский написал в Твиттере свой британский адрес, чтобы следователи не искали его в Москве, и сообщил, что не будет принимать участие в расследовании. Кроме Михаила Ходорковского, есть ли другие россияне, которые оказались в федеральном розыске? Они менее известны, но проблемы их примерно такие же, и они тоже находятся за границей. Что делать им? Мы спросили у эксперта. Смотрите, федеральный розыск для человека, который находится за пределами Российской Федерации, сам по себе не страшен. Более того, для зарубежных правоохранительных органов и спецслужб это пустой звук до тех пор, пока не будет международного розыска с включением в реестр Интерпола и прочее. Я могу точно сказать, предположить без риска ошибиться, что люди, которые имеют гражданство третьих стран, ничем не рискуют. Потому что я лично не знаю таких стран, которые по закону могут выдавать своих граждан. Если мы говорим про людей, которые разыскиваются в России по политическим или околополитическим мотивам, или за профессиональную деятельность, то в этом случае настоятельно рекомендуется не получать нам вид на жительство в стране пребывания, а обращаться за получением статуса вынужденного переселенца, конечно. И вот этот статус как раз гарантирует чтение прикосновенности. Новое дело Ходорковского появилось в тот самый момент, когда под Москвой стоят разгневанные длиннобойщики, москвичи собираются на митинг против платных парковок, а самое заметное продолжается коррупционный скандал вокруг семьи генпрокурора Чайки. В этот самый момент на телеканал «Дождь» приходит прокурорская проверка, суд сажает на три года участника одиночных пикетов Эльдара Дадина, ну а Ходорковского обвиняют в убийстве. Алексей Навальный написал сегодня «Классика просто, как-то нехорошо, что все обсуждают Чайк, Цапков и испанское досье Путина. Давайте вкинем бредовую новость, чтобы все обсуждали ее». Интересно, что примерно так же комментируют вот эту ситуацию и близкие к Кремлю журналисты. Такие вот совпадения. Один из фигурантов знаменитого в России болотного дела вышел сегодня из тюрьмы. Денис Луцкевич провел в колонии три с половиной года, а гражданский активист Ильдар Дадин провел первый день в СИЗО после приговора о неоднократных нарушениях на митингах. Ему тоже дали три года. Сегодня суд должен был вынести еще один приговор по такому же обвинению в отношении пенсионера Владимира Ионова. В России на улице с плакатами протестовать выходит совсем немного людей. Их убежденность порой вызывает улыбку. Серьезно, какие уж тут плакаты. Тем более удивительным был первый приговор за одиночные пикеты, которые вынесли вчера. А что будет завтра, об этом мой коллега Дмитрий Иловский. Владимиру Ионову 75 лет. Он пенсионер. Сегодня в Преображенском суде Москвы должны были слушать его дело. Ожидалось, что вердикт, скорее всего, будет обвинительным. Именно поэтому сюда сегодня с утра пригнали автозак и усиленные патрули полиции. Ожидались задержания тех, кто будет не согласен с сегодняшним решением суда. Однако опасения властей оказались напрасными. Ионов по состоянию здоровья на свое последнее слово не смог приехать. Вчера Дадина судили. Совершенно безобразная сцена там устроил. Просто и на Ольгу, и на меня это такое впечатление произвело, что просто ужасное. И я даже на короткое время вчера потерял сознание, скорую вызывал два раза. Вот сейчас врач приходил. Заседание суда решили перенести. Владимира Ионова обвиняют в несогласованных акциях протеста. Хотя это были всего лишь одиночные пикеты. Ну так, например, Ионов с плакатом выходил на улицы Москвы против коррупции, против произвола властей. Его дело – это брат-близнец процесса над Эльдаром Дадином, первым осужденным за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Накануне суд дал ему три года тюрьмы. Хотя само обвинение просило только два года. Шансов получить оправдательный приговор Владимира Ионова мало. В этом уверена и его защита. По делу Владимира Ионова мы, конечно же, ожидаем от судей Гарбера с учетом того жесткого процесса, который проводился, обвинительного приговора. Стороне защиты фактически не дали представить доказательства. В принципе, мы так понимаем, что обвинению суду все понятно. Еще понятно было из поступившего обвинительного заключения. Думаю, что приговор уже давно написан. Еще один человек, который проходит по аналогичным обвинениям, это Марк Гальперин, тоже принимал участие в одиночных рикетах, но, по мнению властей, он нарушал закон о митингах. Дата суда по его делу пока неизвестна, но сам Гальперин говорит, что тюрьмы не боится. Я к этому готов. Я иду до конца. Как вы знаете, я организую движение за смену власти. Да, это опасно, но в рабстве жить нельзя. Этими политическими активистами, по данным российских СМИ, занимаются аж 9 следователей по особо важным делам Следственного комитета России. Дмитрий Уловский. Настоящее время. Москва. Но вернемся к визиту вице-президента США Джо Байдена в Украину. С чем его провожали в Америке? Какие надежды возлагают на этот визит, спросим у наших коллег в Вашингтоне. Спасибо, Тимур. Украинские лидеры не смогли выполнить обещания демократических реформ, данные ими в 2004 году, после так называемой оранжевой революции. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден, выступая во вторник перед депутатами Верховной Рады Украины. Цитата. «Мы видели, как реформы, которые внедрялись, сворачивали, как олигархи, отстраненные от власти, возвращались», сказал он. По словам вице-президента, сейчас ставки украинского народа очень высоки, а ожидания еще выше. Байден также подчеркнул, что нельзя позволять одним странам силой перекраивать территорию других, отметив, что Россия нарушала эти правила и проложает их нарушать, оккупировав территорию Украины. Однако, заверил Байден, Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Поэтому Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Мы оказываем вам поддержку и помогаем вашим силам безопасности. И мы продолжаем призывать другие страны объединиться и помочь в делу Украины. В выступлении перед Радой вице-президент США также призвал законодателей бороться с коррупцией. В противном случае, сказал он, Украина потеряет международную поддержку. В понедельник Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 190 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, должны быть использованы для имплементации реформ и борьбы с коррупцией. Кроме того, Байден упомянул и о другом пакете помощи в 300 миллионов долларов, который находится на рассмотрении Конгресса и будет направлен на обеспечение безопасности. Между тем, на востоке Украины продолжаются столкновения между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Корреспондент «Голоса Америки» посетил армейский лагерь под Львовом, где украинские солдаты проходят боевую подготовку под руководством американских специалистов. Смотрите наш следующий репортаж. Город Львов славится своей архитектурой, особой атмосферой праздника и вкуснейшим шоколадом. Даже короткий визит сюда запоминается надолго. Уютные кафе и мощеные улочки подарили Львову статус спрятанного сокровища и новой Праги. Корреспондент «Голоса Америки» встретилась с мэром Львова. Если Киев считается сердцем Украины, то Львов — ее душа. Примеры пересадки сердца существуют, а вот пересадить душу никому никогда не удавалось. От Львова до Крыма — 1100 километров, а до Донбасса — 1200. Однако, несмотря на то, что бои идут далеко от этого города на западе страны, именно здесь солдаты готовятся к службе на Востоке. Нас обучают тому, как помогать тем, кто получил ранение или травму. Правильной стрельбе, бегу и всему остальному. Всего в часе езды от Львова украинские силы безопасности проходят боевую подготовку под руководством американских инструкторов. По словам жителей Львова, они рады тому, что украинская армия оказывает помощь армии США. Я думаю, что это по-настоящему хороший план, поскольку последние 10 лет наша армия была небоеспособной. Нам нужны люди, которые бы могли быстро научить солдат. Если бы у нас не было никакой поддержки извне, в частности от США, то война бы длилась и длилась. Каждый из запрошенных сказал голосу Америки, что хотел бы окончательного завершения военных действий на Востоке Украины. Белый дом подчеркивает, что борьбу с террористической организацией «Исламское государство» не следует рассматривать как борьбу между Америкой и исламом. И призывает мусульман США делать свою часть работы. Цитата. «Нам хотелось бы, чтобы лидеры мусульманского сообщества поднялись и выступили более решительно, осутив эти полные ненависти радикальные послания, которые исходят от экстремистских организаций», заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Его, похоже, услышали некоторые активисты в Вашингтоне, организовавшие серию конференций о значении ислама в современном мире. На этих встречах они говорят о том, что ислам, к которому стремятся ИГИЛ, Аль-Каида и им подобные, обречен на самоуничтожение. С некоторыми из активистов познакомился Вадим Оленьчев. Они называют себя реформистами и открыто заявляют, срок годности таких методов, как зверские расправы и массовые убийства, давно истек. Коран содержит не только и не столько призывы к насилию и расправам, но гораздо больше учат миролюбию и самосовершенствованию. Проблема в том, что экстремисты берут из священного писания лишь те тексты, которые отвечают их сиюминутным политическим целям. Мы группа реформаторов в мусульманской общине. Мы сыты по горло экстремизмом, сексизмом и нетерпимостью, которые насаждаются во имя ислама. Раньше каждый из нас делал свою работу по отдельности, но теперь мы создаем движение за реформу ислама. Мы призываем присоединиться к нему не только наших братьев по вере, но и всех заинтересованных людей по всему миру. Так группировка ИГИЛ, говорят реформисты, стремится вернуть мир во времена кровавых религиозных войн и ритуальных казней. Мир, в котором индивидуальность и личная свобода идут на поводу уложенных принципов и массовой истерии. Христианский мир пережил похожую идеологическую чуму и избавился от нее несколько веков назад. Исламский мир, говорят реформисты, должен сделать то же самое сейчас, в наше время. Один из авторов проекта, американский журналист Азра Номани, почти повторила путь Мартина Лютера. Так же, как германский монах 500 лет назад прибил к дверям к церкви 95 тезисов, давших начало протестантизму, так и Азра вывесила на входе в мечеть у себя дома, в штате Западная Вирджиния, 99 тезисов, отстаивающих равноправие женщин в исламе. С тех пор смелая женщина нажила себе много врагов, но не отступилась от своей мусульманской веры и своих принципов. Мы, мусульмане, должны признать, да, у нашей общины есть проблема. И эта проблема – экстремизм. И нам самим следует выявлять экстремистов, а также сотрудничать с правоохранительными органами и спецслужбами, потому что больше всего ущерба исламский экстремизм наносит самим мусульманам. Он подрывает их авторитет и их безопасность. Я считаю, что мы сами несем за это ответственность, и что мы должны заручиться поддержкой остальной части общества, чтобы покончить с экстремизмом в мире. Это понимают не только мусульмане, живущие в западных странах. Многие служители мечети и рядовые граждане арабских и других государств, где ислам является ведущей религией, видят губительность идеологии экстремистов и не признают законность их религиозных лидеров. В мусульманских странах мира есть достаточно верующих, но прогрессивных людей, которые не хотят войны между Востоком и Западом и не хотят, чтобы их народы скатились назад в тьму Средневековья. Но всем этим людям необходимо видеть, что на Западе их понимают и поддерживают. Причем поддерживают активно, не словами, а делами. Мусульманские борцы за правду, которым противостоят тиранические режимы, не могут пока рассчитывать на победу разума над фанатизмом. Но они надеются хотя бы на то, что об их борьбе узнает весь мир. Вадим Алиничев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И в приложение темы. Наиболее популярный из потенциальных республиканских кандидатов в президенты Дональд Трамп призвал к тотальному и полному запрету на въезд мусульман в США до тех пор, пока лидеры страны не поймут, что происходит. По словам Трампа, социологические опросы показывают, что, цитата, «значительные сегменты мусульманского населения испытывают ненависть по отношению к американцам». Белый дом тут же осудил предложение Трампа, заявив, что оно полностью противоречит американским ценностям. Осудили Трампа и его оппоненты на предстоящих президентских прамерис, назвав призывы миллиардера непродуктивными и несерьезными. По сообщениям американских СМИ, Иран провел испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия в нарушении двух резолюций Совета безопасности ООН. Представители США на условиях анонимности сообщили журналистам, что испытание было проведено 21 ноября. По их данным, ракета не выходила за пределы территории Ирана. Ну что ж, настало время передавать эфир в Прагу. Тимур, пожалуйста. Писатель Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, выступила с лекцией в Стокгольме. Автор книг о Второй мировой и чеченской войнах, чернобыльской катастрофе и эпохе 90-х рассказала о своем взгляде на политику, на войну. Мы покажем вам фрагмент ее выступления. Я жила в стране, где нас с детства учили умирать, учили смерти. Нам говорили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем. Если бы я выросла в другой стране, то я бы не смогла пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему надо иметь прививку. Но мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали. Но сам воздух в нашей жизни был отравлен этим. Зло все время подглядывало за нами. Пояса Шахида можно отыскать на расстоянии до одного километра, так утверждают радиофизики Томского государственного университета. Они сделали прибор, который назвали радиоглаз-антитеррор. Этот дистанционный локатор видит спрятанные радиоэлектронные элементы, которые могут быть деталями пусковых устройств взрывателей и другой террористической техники. Радиоглаз настраивается на излучение определенных электронных устройств. В этом случае он будет отсеивать все другие сигналы и в потоке людей укажет на подозрительного человека. Инженеры обещают, что радиоглаз не причинит вреда из-за низкого уровня излучения, поэтому его можно использовать в аэропортах, на вокзалах и в местах скопления людей. Круглосуточно при этом. Месяц назад, кстати, похожий прибор россияне представили на выставке в Париже. Прототип носит название Анкер-Р и работает на расстоянии 5-6 метров. Мы можем с теми же мощностями работать на расстоянии от 10 до 100 метров. То есть у нас дальность увеличивается. А если поднять мощность излучения, то я даже думаю, что там километрами будет похоже. То есть представьтесь, на расстоянии более километра обнаружить вот такую фитюлечку. О других событиях настоящего времени мои коллеги в Вашингтоне. Министерство юстиции США начало расследование в отношении департамента полиции города Чикаго, заявила глава ведомства Ларета Линч. По ее словам, Минюст начал расследование с целью выявить, нарушала ли полиция Чикаго конституцию или федеральные законы страны. В частности, следствие проверит, насколько обоснованным было применение силы сотрудниками полицейского департамента в целом ряде случаев. Ранее шеф полиции Чикаго Гэри Маккарти был отправлен в отставку в связи с гибелью аферамериканца от рук его подчиненного Джейсона Ван Дайка. Он произвел 16 выстрелов подростка, в руках которого был нож. «Рыцарь разрядки» – так устроители назвали вечер, посвященный чествованию эксконгрессмена, председателя Американо-Российского фонда культурного сотрудничества Джеймса Саймингтона. О неутомимом американском политике, поэте, музыканте и филантропе, который не прекращает, как и во времена Холодной войны, строить мосты дружбы между народами двух стран. В сюжете Вадима Масальского. Это было, кажется, в конце Второй мировой войны, вспоминает Джеймс Саймингт. Его отец, работавший в правительстве, сказал тогда сыну мальчишке, если хочешь принести пользу Америке, постарайся понять и изучить Россию. Отношения с этой страной станут очень важными для нас на многие годы. Война с нацизмом закончилась, а потом началась новая, холодная, и вчерашние союзники стали врагами. Но Джеймс не забыл на путстве отца и при первой возможности приехал в Россию, вооружившись гитарой и сборником народных песен на двух языках. Я приехал в Россию летом 1958-го. Приехал как студент. Я был в Москве, Ленинграде. Был также в Украине, в Киеве. Я брал свою гитару и пел в скверах, в парках, пел до случайных прохожих, для детей. И люди всегда встречали меня очень приветливо и в ответ раскрывали свои души. Это были незабываемые встречи. Про правнук секретаря Линкольна Джона Хея Джеймс Саймингтон сделал прекрасную политическую карьеру. Достаточно сказать, что он четырежды избирался членом Палаты представителей от штата Миссури. Работал в подкомитете по космосу. Он внес большой вклад в реализацию программы «Аполлон Союз» продвижения первых договоренностей по ограничению гонки вооружений. Более 20 лет Джеймс Саймингтон возглавляет фонд Американо-российского культурного сотрудничества. По его инициативе в Москве был открыт памятник Уолту Уитману, а в Вашингтоне Александру Пушкину. Он стал организатором очень неожиданной выставки «Президент и царь», рассказывающей о биографических параллелях двух политиков-союзников – Авраама Линкольна и Александра Второго. В свою очередь, директор библиотеки Конгресса США Джеймс Биллинтон, товарищ и единомышленник Джеймса Саймингтона, считает, что у его друга поразительный талант говорить с самыми разными людьми на понятном им языке. Джим интуитивно, как музыкант, сразу понял, как много значит музыка в контакте с русскими. И поэтому он пел, он выступал, он общался со своими новыми друзьями на языке музыки, на языке, который прекрасно понимают во всем мире. И это ему всегда прекрасно удавалось. К этим словам можно только добавить, что политику и поэту Джеймсу Саймингтону это прекрасно удается и сегодня, в его 88 лет. Вадим Масальский, Сергей Маскалев, Настоящее время, Вашингтон. Выступление коллектива «Рокец» в Нью-Йоркском мюзик-холле – одно из самых узнаваемых праздничных представлений зимнего сезона. Кардебалет из 36 девушек известен на весь мир своей абсолютной синхронностью в танце. Наш корреспондент Виктория Купченецкая побывала за кулисами мюзик-холла и попыталась выяснить, как становятся знаковыми рождественскими танцовщицами. Когда в Нью-Йорке наступают рождественские праздники, на сцену выходят самые синхронные танцовщицы страны. Девушки коллектива «Рокец» веселят и развлекают нью-йоркцев и гостей города уже сто лет. Ну, то есть коллектив был основан сто лет назад. Сами девушки в кардебалете – молодые, выносливые и обязательно высокие – от 168 сантиметров до 179. Каждая долго училась – балету, жазу и тэпу. Я из Австралии, танцую с четырех лет. Я приехала в Нью-Йорк первый раз подростком и побывала на представлении «Рокец». Я тогда подумала, какие удивительные девушки, я хочу быть одной из них. Я продолжала танцевать и через несколько лет опять приехала на пробы. Мне до сих пор не верится, что сбылась моя самая заветная мечта. «Рокец» – это самое знаковое рождественское шоу в городе. Оно для Нью-Йорка, как новогодняя елка у рокофеллер-центра. Некоторые американцы каждый год зимой приходят в мюзик-холл и детей приводят, чтобы показать танцевальные номера, которые сами помнят с детства. А девушки из группы «Рокец» много репетируют, прежде чем выйти на сцену. У наших девушек много работы. Они выступают в восьми номерах каждой программы. Мы готовим сразу два состава. Во время репетиции у нас 80 танцовщиц в классе. Они разучивают хореографию, запоминают свои позиции на сцене. Репетиции начинаются за полтора месяца до начала зимнего сезона. Шесть дней в неделю, по шесть часов в день. Потом две недели генеральные репетиции на сцене, в костюмах и с оркестром. А потом представления с ноября до января. От четырех до шести представлений в день. Каждая синхронно и высоко поднимает ноги полторы тысячи раз в день. За такую тяжелую работу им платят годовую зарплату и предоставляют медицинскую страховку на весь год. Хотя танцуют они только шесть недель. Я люблю быть на сцене, но еще больше я люблю готовиться к выступлениям. Еще в детстве я любила ходить на классы балета, потому что там всегда нужно было учить что-то новое. А здесь хореография сложная и нужно всегда быть в форме. Именно это и держит меня здесь столько лет. Кристин Дженси работает в коллективе Рокетц уже 10 лет. А Кортни Ротенберг четвертый год. Она хочет танцевать как можно дольше. Я всегда мечтала быть на этой сцене, но потом после Рокетц я надеюсь стать матерью и продолжу свое образование. У меня уже есть степень в области психологии. Сама Кортни из Нью-Йорка. Ее родители привели ее на шоу, когда ей было три года. И нетрудно себе представить, как она приведет свою дочь на это представление. И как девочка тоже захочет стать самой знаковой рождественской танцовщицей страны. Виктория Купченецкая и Сергей Гусев специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами на завтра. Всего вам доброго. Спасибо. Ну а больше событий Настоящего Времени на нашем сайте CurrentTimeTV. Я Тимур Олевский. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!